здравствуйте дорогие автолюбители в общем выпал у нас первый снег на учет от этого так весело если честно в общем отвечаем на вопросы значит было задано два вот таких вот интересных вопроса в комментариях насчет вот именно стоит ли облегчать маховик и что это дает и насчет масляного радиатора какая рабочая температура масла и стоит ли тоже ставить масляный радиатор ну начнем с маховика значит какой вот смысл в облегчении на максималку это не влияет именно на максималку которая меряется на стенде потому что вот она меряется на каких-то конкретных оборотах например там сколько-то лошадиных сил на 6 тысячах оборотов то есть двигатель раскрутился до них и сняли максимальную мощность это но зато от массы маховика зависит с какой скоростью будет двигатель набирать эти обороты то есть например за сколько секунд он раскрутиться там на той или иной передаче от 3000 оборотов до 6 то есть это влияет также на разгон от 0 до 100 на проезд квотера то есть именно на дорожные вот характеристики двигателя это уже будет влиять значит что дает облегчение дату и если мы его облегчаем тот меньше становится инерционных масс двигателя тем быстрее раскручивается но у маховика как бы есть основная задача это разглаживать неравномерность хода двигателя то есть понятно да как бы что когда поршень там находится верхней мертвой точке это подается искра он еще идет вверх как бы идет за счет маховика должен он подталкиваться к верхней мертвой точке до после верхней мертвой точки когда поршень пошел вниз маховик должен набирать энергию в какой какой-то степени да тем самым сглаживать вот эти вот пульсации работы двигателя если мы его облегчим значит у нас вырастут устойчивые холостые обороты то есть если раньше двигатель например держал спокойно 800 оборотов в минуту то на легком маховике например будет держать спокойно без каких-то рывков там 1000 оборотов в минуту обязательно их надо поднимать будет там или прошивать контроллер или настраивать карбюратор потому что если двигатель станет работать неравномерно с такими рывками это очень ему будет вредить во-первых вот такие вот импульсные рывки они просто влияют на износ вкладышей тех же поршневых колец и во вторых если у нас двигатель работает неравномерно и на таких низких оборотах у нас масляный насос не будет создавать такого нужного постоянного хорошего давления масла и смазывание элементов тоже ухудшится поэтому на это надо еще вот обратить внимание если сделали облегчение значит поднять обороты естественно после этого двигатель крутится будет легче будет лучше разгоняться но вот например по городу трогаться будет конечно же сложнее то есть если мы хотим тронуться плавно без каких-то рывков надо будет немножко жечь сцепление да так стравливать как бы с более высоких оборотов значит еще что хочется сказать вот именно кто захочет облегчить его на что надо обратить внимание надо обратить внимание не только на начальную и конечную массу маховика потому что я часто замечаю что вот был там столько-то килограмм стал столько-то а надо еще обратить внимание в каких местах металл был снят потому что чем на большем радиусе мы снимаем металл тем больше результат это дает потому что нас интересует не масса грубо говоря от момент до силы который будет маховик создавать то есть на чем более большом радиусе мы сняли металл тем больше толку это дало потом надо еще конечно же обратить внимание на то что маховик жестко связан механический с корзин поэтому например можно не обязательно фрезеровать маховик и что-то такое а если вот у вас есть возможность поставить более легкую корзину можно поставить именно или применить это это чтобы вообще было все там легенькое значит теперь по поводу ну да естественно чем больше радиус опять-таки где снимаем металл там тем больше результат по поводу того как бы ресурса да на что это повлияет если правильно потом настроить двигатель чтобы он не дергался ничего такое то особо на ресурс его это не повлиять ну то есть на холостых там они буквально чуть-чуть вырастут там на 200 оборотов в минуту на холостых двигатель не сильно нагружен поэтому какой-то износ это влиять не сильно будет естественно если вы будете часто на такой конструкции ездить вот по пробкам так чисто тянуться в городе сцепление изнашиваться будет быстрее это понятно то есть постоянно будет стравливать так вот по чуть-чуть и что еще хочется сказать что можно чего пробить ресурс будет как бы меньше ударов при переключениях на по коробке то есть если вы там например с 3 на четвертую передачу переключаетесь где уже колеса в букс не сорвутся уже есть хороший зацеп то если раньше на тяжелом маховике тяжелый маховик делал удары так по трансмиссии да то есть двигатель между переключением мог раскручиваться вы резко отпускаете сцепление бах бах вот именно по шестеренкам по рядам то на легком маховике этой проблемы уже проблема будет меньше то есть нет такой инертной массы которая будет долбить вот по коробке и из-за этого в принципе она прослужит дольше ну собственно и все как бы все таки это более так скажем для спорта для именно удовольствие от езды но не сильно городской вариант сильно облегчать так ну теперь по поводу масляного радиатора температуры масла значит какая вот рабочая температура масла это где-то от 90 до 95 градусов так оптимальные ну до 100 а 90 до 100 на 100 градусах производители масел проводят их испытания и именно на 100 градусах по классификации сае замеряется вязкость масла я про эту классификацию в другом видео более продажи подробно расскажу но собственно вот все показатели на которых проверяется масло именно рабочие это вот 300 градусов точнее не все основные то есть до 100 градусов масло хорошо себя чувствует плохо но начинается чувствовать уже там где-то больше 110 120 градусов она как бы сильно теряет свою вязкость уже образовывают пленку масляную не той толщины и не прочность поэтому на перегретом масле двигатель начинает изнашиваться для этого именно и применяют масляный радиатор особенно актуален он двигателя с turbo наддувом потому что турбина первых она раскручивается от выхлопных газах газов которые разогревают во вторых ним сжимается еще впускной воздух который тоже разогревает турбины и турбина постоянно нуждается смазку в ней циркулирует масло это масло в ней сильно перегревается поэтому есть и турбонаддух особенно сильный желательно конечно применение Масляного радиатора Обязательно масляный радиатор Если вы машину будете использовать на каждый день и зимой Обязательно применяйте его только с термостатом Потому что Если например его нет То если радиатора нет То масло просто разогреется От цилиндров до своей рабочей температуры И будет нормально циркулировать Прогрели двигатель Оно разогрелось Если у вас есть масляный радиатор Который вынесен за пределы двигателя Перед обычным радиатором то он уже не сможет прогреваться, масло, которое в нем загустело, будет не давать прокачиваться маслу по системе, и циркуляция нарушится зимой. То есть обязательно должен быть термостат, который будет просто замыкать это все на короткий круг, и масло будет просто циркулировать по малому кругу, как без радиатора. Иначе зимой оно там загустеет, циркуляции не будет, вплоть до двигателя того, что стуканет от недостатка смазки. Еще вот что хочется по температуре масла сказать, минимальное ее, потому что некоторые думают, что можно сильно начинать быстро ехать, когда, например, температура охлаждающей жидкости достигнет какого-то там значения, например, 80-90 градусов. Но на самом деле можно сильно уже начинать гонять, когда прогреется не жидкость охлаждающая, а именно масло, потому что оно должно уже достигнуть своих нужных смазочных свойств. Можно вот начинать быстро ехать, когда температура достигает, ну, начиная где-то от 70, желательно от 80 градусов. Масло нагрелось до 80, значит двигатель прогрелся. Температура охлаждающей жидкости может набрать уже свои 80 градусов, кстати, до того, как прогреется масло. И до того, как прогреется масло, сильно гонять не нужно, потому что износ очень повышенный. Но ехать, в принципе, я считаю, трогаться можно, начиная чуть ли не от пуска. То есть вы завели двигатель, ну, дали буквально 10 секунд проработать, чтобы масляный насос закачал масло везде, куда надо. И можно спокойно уже включать там первую, вторую, какую надо передачу, держать там 2-3 тысячи оборотов, естественно, не газовать и там сильно двигатель не закручивать и не гонять. И так спокойненько ехать. На самом деле нагрузок на двигатель ничуть не меньше, чем просто стоять на месте и пыхтеть. Ну, и еще так по прогреву скажу, потому что, как видите, уже зима началась. Вот если вы на карбюраторном автомобиле, то обязательно надо немножечко отдавать подсос, потому что вот при переключениях или когда там катитесь просто с выключенной передачей, двигатель опускается до очень низких оборотов и на которых уже масляный насос не будет справляться с прокачиванием масла под нужным давлением. Он и так, например, там, когда двигатель опускается, обороты ниже 800 оборотов в минуту, уже давление масла не то, которое надо. А так еще вот все холодное и оно не качает. Поэтому надо немножечко дать подсосика, чтобы при переключениях, вот если вы на холодную тронулись, у вас обороты сильно не просаживались. На инжекторных там установлен регулятор холостого хода, как все, наверное, замечали, что если инжектор холодный, да, то он держит не там 800 оборотов, как на прогретую, а вот поднимаются обороты на холодную где-то до полутора тысяч. Это именно сделано для того, чтобы вот холодное масло можно было хорошо качать по системе. Ну вот, наверное, собственно и все. Я думаю, ответил на вопросы. Значит, подписываемся на канал, ставим лайки. Все, до скорых встреч! До свидания!